Кстати, еще здесь один момент интересный, я сейчас вам покажу. И по Маурлату видно, что на него попадала влага. Просто круто смотрится фасад этого дома. И вот здесь уже есть нюансы. Как строить застройщика и что он нам в итоге продает. Ни один нормальный строитель не будет толкаться, тыкать в тебя провилом. Ушло, Василий? Еще один наглец. Чего вы ко мне подходите? Не надо здесь гулять. Вы за это платите деньги. Обращайте на это внимание. Что они здесь хотели сделать, я, честно говоря, не понимаю. Почему это вот так? Мэдден Итари, нифига себе. Такую трубу мы видим во всех новостройках. Он все-таки несет какую-то гарантию. Смотришь, господи, что же вы тут наделали? Качественно ли застройщик возводит за наши деньги дома? Раз, два, три, четыре, пять. Проверка звука, как меня слышно. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Что лучше, своя квартира или частный дом? У каждого вида жилья есть свои плюсы и минусы. А также цена приобретения и владения. Давайте разбираться. Мы с вами находимся в деревне Манушкино. Деревня с историей. Первое упоминание от 1500 года. В наши дни деревушку застроили коттеджными поселками. Их здесь просто большое количество. Выбирают здесь земельные участки и дома из-за близости к Питеру. Всего 27 километров до центра Санкт-Петербурга. И при этом можно доехать разными дорогами. Их здесь несколько. Почти 7 километров до железнодорожной станции Манушкино. А за участок в 7 соток просят от 1 миллиона 700 тысяч рублей. До Разметилевской школы около 10 километров. И согласно официальной данной соц. Учреждений вакантных мест нет. До детского садика аналогично расстояние, так как он расположен рядом со школой. Второй детский садик расположен в деревне Хапоя. Но я, к сожалению, не нашел официальной информации о наличии свободных мест в этих детских садах. В Манушкино действующий песчаный карьер. В нем застройщик ЛСР добывает песок. Карьер называется Рудос. Второй карьер Манушкино должны засыпать. Так что, возможно, воды и красивого берега не будет. Строящийся дом в 130 квадратных метров на участке почти в 11 соток обойдется от 14 миллионов 800 тысяч рублей. Дома и земельные участки продаются по предварительному договору купли-продажи. Можно купить и в ипотеку. Сегодня мы с вами посмотрим коттеджный поселок Негород. Прелестный стиль. Идемте. И все внимательно посмотрим, качественно ли застройщик возводит за наши деньги дома. Заезд в коттеджный поселок по грунтовой дороге. Быстро, конечно, не поедешь, потому что запылишь всех своих соседей. С указателями тяжело. Я первый раз, когда сейчас сюда заезжал, заехал два раза немножко не туда, потому что вот один там есть указатель, что вот сюда, и больше его нет. То есть, едешь куда-то, непонятно куда. Могли бы поставить нормальные указатели. Но здесь я понимаю, что это от застройщика коттеджного поселка. Вот такое красивое современное светодиодное освещение. Видно, что еще пока не работает, так как это не подключили. Вот асфальта, понимаю, что здесь, скорее всего, не будет. Обычное набивное покрытие, как на детских площадках. И вот здесь мы с вами уже можем наблюдать построенные и строящиеся дома. Территория коттеджного поселка ограждена вот таким забором. Смотрится симпатично. Все дома возводят из газоблока с монолитным перекрытием. Утепляют кровлю базальтовым утеплителем в 25 сантиметров. Отделка фасада это также утеплитель и штукатурка. Технология мокрого фасада. Двухкамерные стеклопакеты. Могли бы, кстати, однокамерные поставить. Фундамент здесь это монолитная плита. Здесь у нас утеплитель. Участок, в принципе, небольшой, но земли здесь хватит. За строчки здесь, видите, разравнивает землю. К соседям у вас вот такой обычный забор. Таким мы часто видим в комплексах. Обычная сетка на столбах. Лестница на второй этаж. Сейчас зайдем, посмотрим. Есть газ. Здесь уже поселок подключили. Это, конечно, большой плюс, что есть электричество 15 киловатт. При этом, обратите внимание, что нет этих привычных столбов с электрическими проводами. Кабель идет под землей. Мы с вами зашли в дом. Сейчас я вам покажу первый этаж, а потом расскажу про технологию. Входная группа. Вот здесь мы заходим. Здесь у нас есть небольшая прихожая. Штукатурка, сетка. Основное – это большая кухня, гостиная. Сейчас мы чуть позже посмотрим. Это у нас техпомещение, где, вот уже видите, сделана разводка. Горячая и холодная вода. Фильтр. Насос. Отопление. Газовый нагреватель. Расширительный бак. Тепло-шумоизоляция. И пойдемте смотреть основной. Это кухня, гостиная, где будет собираться вся семья. Здесь сделана приточная вытяжка. Соответственно, здесь будет зона кухни, а здесь зона приема пищи. Большой, конечно, плюс, что просто огромное количество световых проемов, поэтому здесь будет светло и не всегда обязательно включать свет. Сразу интересно, конечно, измерить высоту потолка, потому что обещают одно, на деле бывает другое. Ну и здесь обратите внимание, что черновая высота потолка – 3 метра. Теперь поговорим про само перекрытие. Значит, вот эта технология перекочевала к нам из Германии. У них большинство домов возводят из газоблока, а для того, чтобы сделать хорошее, качественное звукоизоляционное перекрытие, для этого используются технологии. Есть направляющие. Кладется вот так, друзья, газоблок. Сверху сетка, арматура, заливают все это бетоном. То есть получается по своим нагрузкам она выдерживает так же, как обычное монолитное перекрытие, но легче, теплее и намного лучше звукоизоляция. Вот я даже, честно, не ожидал такое здесь увидеть. Дальше обратите внимание, что как сделана проводка. Большое количество распаечных коробов. Соответственно, здесь сверху либо будет натяжной потолок, что по мне сделать проще, либо, соответственно, здесь сделают потолок из гипсокартона. Также обращу внимание, что есть ригель. Это для усиления несущей конструкции самого перекрытия. От застройщика я уже вижу, что есть выводы под кондиционер. Стены, на первый взгляд, очень сделаны, штукатурены ровно. И не возникнет вопросов для того, чтобы поклеить обоями, либо, соответственно, покрасить это в различный цвет. Даже обратите внимание, что есть розетка в откосе. Это, кстати, очень практично, когда, к примеру, плохая связь, лежит телефон и заряжается. Но почему-то наверху, видите, здесь, наверное, что-то скрыт, какой-то смысл. Есть вода, вот она, выводы воды. И где-то здесь у нас должна быть канализация. А вот канализацию что-то я не вижу. Где вода заходит, вижу, а канализацию саму почему-то не вижу. А, вот она, вот она, друзья. Оп. Вот она, нашёл. Небольшая труба. Здесь будет ламинат. Кварцевый ламинат. Ну, такой, симпатичный. Лестница выполнена из бетона. Это ванная комната. Плитка под дерево. Наступать можно, да? И здесь обратите внимание, какая большая, красивая плитка. Смотрится классно. А вот это что за блоки? Да, 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 на позагребень похож. Только я привык, что в новостройках он обычно там 8, дай бог, или 6. А здесь он такой широкий. То есть перекрытие похоже, да, что на позагребневые блоки это из гипса. Ну что, смотрите. Здесь у нас инсталляция уже установлена. Здесь сделали полочку. Слушайте, ну прикольно смотрится. Ох, как здесь чётко. Обратите внимание, чёткий зарез под угол. Сняли фаску, смотрится очень здорово. Вент-короб. И здесь ещё помещение. То есть здесь санузел, а здесь, соответственно, душевая. Вот он как раз здесь вывод. Газоблок. Газоблок у нас посажен на клей. Ну просветов стены я не вижу. Вот видите, всё. Вот что-то это. Но вот что-то такого здесь ужасного нет. То есть обычно нормально сложена стена из газоблока. Если не ошибаюсь, он здесь... Вот фасадные стены, это точно 30 сантиметров в ширину. Да. И плотностью D400. И здесь внизу уже сделана гидроизоляция. Нормально нанесли гидроизоляцию. Можно, кстати, ещё было чуть выше сделать. Ну и давайте пройдём с вами на второй этаж и посмотрим его. Ну из плюсов, конечно, как я уже сказал, это монолитная такая спиральная лестница. Вот она, друзья. Соответственно, здесь у нас большое окно, большое количество света. Раз комната. При этом из-за высоты потолка. То есть там большое пространство, большое количество воздуха для дома. Это классно. Здесь у нас также, как и ниже помещением, находится санузел. Вот они, выводы. Обратите внимание на нормально сделанную вентиляцию от застройщика. Вот приоткрытое окно я чувствую, как вот воздух сюда прямо затягивает. То есть всё работает штатно, скажем так. Это у нас гардеробные, наверное, так это можно называть. Стены сделаны аналогично из позагребневого блока. Ещё одна комната. Наверху мы видим пароветрозащиту. Вот здесь такой второй ярус такой сделали интересный. А балки, видите, тоже пропитаны огнеупорным составом. Суперфинишная шпаклёвка. Очень, друзья, классная и очень дорогая. Наверное, самая дорогая из того, что есть на рынке. Окна. Фурнитуру нужно немного настроить. Плотновато работает. Ну, кстати, вот он виден утеплитель. Вот оштукатурили. Потом здесь отлив поставят, всё закроют и будет всё по красоте. Даже здесь, видите, планка есть. В принципе, неплохо. Тут уже зашили. Причём, обращу внимание, что это не гвозди, а это саморезы. Ламинированные окна. Смотрятся симпатично. Ну и приятно, что стены толстые. Да, вот это получается газоблок, а некоторые стены есть, как вот здесь, из позагребневых блоков. Здесь, похоже, десятка. Штукатурки, конечно, достаточно много. Если обратите внимание, это здесь чуть более сантиметра. Здесь меньше. Могли бы нанести меньше, потому что если ты сам возводишь, строишь дом, делаешь ровно стены, зачем такой делать перерасход материала? Это дополнительные средства. Вот здесь, кстати, нахожусь. Правда, и на улице прохладно, но и здесь тепло. Вот не знаю, хватит ли 25 сантиметров базальтового утеплителя для комфортного проживания зимой и летом в жару, потому что утеплитель, он работает не только на то, что было в доме тепло, и работает также на то, что было бы прохладно. Вот здесь, смотрите, большой плюс. Это дверь. Могли бы сделать просто что-то. Она вот так открывается, закрывается, но она, обратите внимание, друзья, что работает и на вентиляцию. Это большой плюс. Наш балкончик, стена. Ну, в принципе, здесь мы все посмотрели. Сейчас посмотрим с вами другой дом. Не будем мешать строителям. На каждом участке здесь застройщик дает сразу уже свою канализацию, свой, соответственно, будет септик. Вода здесь, она от поселка, уже должна быть хорошей, чистой идти. Но, в принципе, кто хочет, можно, если здесь нормально с водой, то можно сделать свою скважину. Ну, и здесь, видите, момент скважины какой, что нужно ставить фильтры. Как часто вы будете менять эти фильтры? Потому что насос, он не только сосет воду, а также ил, песок и все остальное. Когда уже идет чистая вода, то это, конечно, намного лучше, хоть она и стоит денег. Ну, вот здесь, видите, конечно, нужно считать, что дешевле платить уже за поселковую воду, либо платить за скважину, за монтаж труб и, соответственно, за фильтры, в зависимости от того, как вы это часто их будете менять. Ну, дома смотрятся достаточно неплохо. Из плюсов, конечно, то, что сделана дорога, нормальный подъезд, хоть это и грунтовка, но для меня из минусов это наличие управляющей компании. То есть это как в городе, хоть это и не город. Вы будете платить за уборку дорог и остальные поборы. Слушайте, ну, отделка смотрится очень симпатично. Технология мокрого фасада, только это будут, соответственно, энергоэффективные дома. Застройщик говорит, что монолитная плита построена по шведской технологии, утепленная она, но в фотоотчетах я не видел утепление, я видел только бетон, при этом по цвету бетона могу сказать, что он достаточно высокого качества. Здесь обратите внимание, что зашито все деревом, но мне первое не нравится, что видны саморезы, шляпки саморезов могли бы сделать так, чтобы этого ничего не было видно. Плюс мы с вами видим, вот видите, такую окантовку балкона и безрамочное остекление. Это, конечно, круто с подсветкой. Смотрится класс. Септик от застройщика. Плюс, конечно, что здесь есть забор, ворота обычные, отъезжающие, то есть самому придется дополнительно вложиться, это поставить двигатель. Из плюшек, что я здесь вижу, это, ну, отмостка таким камнем, это на любителя. Не знаю, хорошо это или нет. Здесь для меня, видите, какой момент первый, что она крепится к сетке, сетка крепится к утеплителю и не отвалится ли это со временем, вот здесь, конечно, вопрос. Ливневка. Классические трубы и уходят прямо сюда вниз под подмостку. Это, конечно, здорово. Вот она, соответственно, канализация. Здесь ее нужно будет, необходимо обслужить, то это можно сделать. И с недочетом вот здесь. Вот она, технология мокрого фасада. Там у нас утеплитель, сетка, штукатурка. Сделали под короед. Все здорово. Но обратите внимание, что стык вот здесь. У штукатурки одни свойства, одно расширение, у металла, соответственно, другое. То есть вот здесь по-нормальному должны, здесь либо проходит специальный такой шнур, либо, соответственно, должны были не доходить до самого конца и пройтись просто герметикой. Потому что здесь будет трещина постоянно. Вот это, конечно, не очень здорово. Но также, вот как я отметил, да, вот видите, саморезы есть. Могли бы хотя бы сделать ровно по линии, но вот что-то они здесь кое-где, где-то поровнее, где-то нет. Здесь классно то, что есть на... Ну, звукоизоляция нет, понятно. Ну, такая она, приглушенная, но могли бы и лучше сделать. Здесь, видите, специальные исполанки, здесь прошли герметиком, чтобы вода сюда не затекала. Потому что, если будете затекать, намокать, все это отвалится, а ремонт стоит очень дорого. И вот видите, вот он, специальный такой шнур, расширительный. Вот здесь он есть, а здесь почему-то они его не поставили. Либо это делается, там внизу специально идет планка, для того, что если есть какой-то конденсат, он, соответственно, выходит. Вот здесь будет, когда попадать в вода, то не удивлюсь, что у людей будет возникнуть проблема, начнет все это отваливаться. Здесь сделали кран вывода воды, это тоже плюс, потому что если нужно полить траву, полить какой-то кустарник. Большая вот такая зона. Вот видите, тоже получается дом чуть ниже, вот это выше, и вот он получается такой вверх. То есть участок получается неровный, дом получается такой чуть ниже вот этого уровня. То есть видите, как-то так специфически сделали, и здесь придется что-то хозяевам делать. Отмостка, я не знаю, они тут дальше будут чем-то заливать или нет. Здесь просто обычно мелкой-мелкой кружкой засыпано. Ну вот видите, вот оно, водоотведение сделано. Если нужно обслужить, то вы открыли и обслужили. Сейчас обойдем дом вокруг и пройдем. Есть подсветка, вечером, конечно, это смотрится классно. Уже завели газ. На свайном фундаменте вот такая небольшая терраска с террасной доской. Ну, смотрится красиво. То есть все неплохо, но вот золотистые, конечно, саморезы. Такие некоторые элементы, да, то есть где-то подрезано, не очень аккуратно, то есть могли бы сделать получше, да. То есть вот видно, по торцу идут. Если инструмент, то всегда это делается, в принципе, заподлицо. То есть вот здесь, видите, и есть, потому что здесь щель больше. Ну, когда за это платишь деньги, причем-то от 14 миллионов 800 тысяч, то как-то хочется большего качества. Установлен кондиционер. Вот я не знаю, это застройщик всем ставит или дополнительно покупают. Здесь доп. Вентиляция у нас есть с сеткой. Вот видите, чтобы ни мошки, ни крысы не пробрались. И вот здесь тоже, кстати, можно обратить, не знаю, то ли это они косанули, сделали вот такое здесь большое расстояние, то ли доска уже подсохла и, соответственно, усохла, и из-за этого получился вот такой промежуток. То есть, либо это все должно быть ровно. Ну, вот здесь, конечно, вот доску выгнуло из-за вот этого, видно, большого сучка. Из-за нехватки, может, крепления. Ну, конечно, так себе. То есть, это обычные доски, которые... Обычная вагонка, даже не вагонка, просто доска. Двадцать пятка, скорее всего, да. Здесь снята фаска, и там внутрь такая фаска снята под 45 градусов. Вот они друг на друга положили. Ну, конечно, можно сделать все аккуратнее, ровнее, тем более, когда за это платишь деньги. Аналогичная терраса. Вот они видны, сваи винтовые. Ну, входную группу сделали классно, хорошо. Заходим. Здесь сразу чувствуется прохладней. Стены из газоблока, аналогичные перекрытия, пазогребневый блок. Все неплохо. Видите, для застройщика это классно, что он быстро возводится. Это тяжеленные очень плиты возводится. Все это быстро, но, по мне, лучше бы сделали из газоблока с плотностью одного и того же материала. Вот здесь молодцы, что, видите, стенка до самого верха не дошла. Зачеканили пены, потом просто заштукатурят, и все это как раз вот на, скажем, терморазрыв, вернее терморазрыв, а материал в любом случае он расширяется, сужается, и чтобы не было в дальнейшем трещин, для этого как раз не доходит до самого верха. Здесь лестница, лестница, я так понимаю, нет будет, ну, это, наверное, вряд ли оставит, это временно, я понимаю, сооружение. Ну, тут мы видим аналогичную ситуацию. Я не сантехник, поэтому мне так тяжело оценить, но с виду смотрится симпатично. Вот оцениваю, как обычный потребитель. Шумоизоляция есть, фильтры, подводка, на закрепах, то, знаете, нет ничего такого убогого, чтобы смотришь, и думаешь, господи, что же вы тут наделали. А заход, вот виден, завод газа есть, и, соответственно, потом это все подключат и ведут в эксплуатацию. Ну, и, соответственно, из газового котла выход на улицу, чтобы пары отработанного газа уходили. Здесь электрика, и здесь, конечно, на первом этаже огромная площадь, он, видите, да, вот он ЛСРовский, это гачинский завод, если не ошибаюсь, вот он, 30-й блок, посажен на клей, это тоже здорово. И вот, кстати, смотрите, вот эта плита, и вот, знаете, вот на первый взгляд она вот такая реально ровная, то есть не видно где-то чего-то такого, чтобы сказать там ужас-ужас. Газоблок, стыки здесь, обратите внимание, тоже промазаны клеем, и вот каких-то, вот чтобы я сказал, что здесь что-то такого плохого, я вот, честно, пока не вижу. Вот здесь я вижу трещинку, и вот это, то ли он был сломанный, и его сюда посадили, то ли еще что-то, но больше, соответственно, трещин не видно. Ну, здесь видно, еще немножко плохо промазали. Вот на этот момент я бы обратил внимание. Всегда дома нужно правильно приходить, принимать со специалистом. Окна у нас монтированы на пластины, это хорошо, это правильно, потому что здесь у окна есть специальное крепление под эти пластины. Внутри там пена, пароизоляция, причем так зачеканили-то, ну, по крайней мере, здесь достаточно все неплохо. Здесь у нас есть дополнительная планка под установку подоконника, это тоже плюс, потому что кто-то ставит подоконник, кто-то нет. Если не ставите, можно поднять выше и сделать все ровно и красиво. А сдают они либо в черновой отделке, либо, соответственно, с белой отделкой. Черновая отделка, это вот то, что мы с вами видим. И понимаете, да, если стоит это 14 800, то еще там 2-3 миллиона у вас уйдет на ремонт. Это у нас заход под внутренний блок кондиционера, его питание, и здесь уже... А, это для внешнего блока смонтировано крепление. Причем, кстати, жестко смонтировано, обратите внимание. Ну, здесь, здесь пока все. Идемте на второй этаж. Ага, благодарю. Я всегда смотрю, чтобы на окно ничего не упало, а то я каску не взял. Ох, какой запах вкусный. вас можно снимать? Да. Здесь, соответственно, вы штукатурите, и плюс еще сетка, да, везде идет. Это и на первом этаже, и на втором также будет. Обязательно. комната с выходом на балкон. Давайте, друзья, выйдем, посмотрим. Вау. Вибрации никакой нет. По ощущениям, что его сделали, знаете, немножечко вот под уклоном, чтобы вода уходила. Ну, держится, но жидковато. Слушайте, ну, он просто широченный. 2 и 3 метра. Слушайте, круто. Ну, отсюда можно посмотреть на весь поселок. Вот они, вот такие дома сейчас тоже. Посмотрим, как тут пройти, чтобы поснимать. Ну, вот здесь, да, видим аналогичную ситуацию. Тут все закрыто. Отлив современный. Труба вниз. Все уходит в канализацию. В принципе, достаточно неплохо. Здрасте. Здрасте. Здесь у нас наступать можно, да? Благодарю. Здесь плитка немножко другая. Слушайте, она под мрамор, такая прикольная, смотрится такая, подороже, там было подешевле. Ну, из плюсов тоже, смотрите, нормальная стоит вентиляция, двигатель. Все здорово будет работать. Вот здесь молодцы, что сделали, потому что обычно с вентиляцией возникают проблемы. А когда плохая вентиляция, вы сами знаете, что это возможно возникновение сырости, а сырости – это плесень. Система отопления. Дополнительно стоит двигатель, манометр. Вот здесь видно, видите, что есть жидкость в системе. Клапаны для сброса воздуха. Слушайте, технологичные дома, друзья. Дома технологичные. Здесь вот так все закроют и будет по красоте. То есть, это у нас второй санузел. Большую плитку ставят. Слушайте, все нормально. Трубы, обратите внимание, что вся подводка, она прямо ее монтирует уже в стене. То есть, не будет никаких дурацких коробов. Корбом закроет только вент-канал почти до самого верха. И из плюсов, кстати, вот смотрите, вот мы только зашли. Здесь получается такая небольшая прихожая, потому что у некоторых сможешь такую прихожую делать. Куча места пропадает, непонятно зачем. Вот у нас получается раз комната, два комната, три комната, четыре. А, это гардеробная с окном. То есть, у нас три комнаты. Идемте в большую. Тут у нас уже все отшпаклеванное, беленькое. Ее пошлифуют, да будет красота. Вот здесь такой второй уровень делают. Сейчас спрошу, для чего это. Это ребята сказали, сделано специально для детей. Будет обычная лестница, они будут залазить, играть, смотреть телек. интересное решение, потому что здесь достаточно хорошая высота. Ну-ка, сейчас мы измерим вот здесь у стены. 2,9 на втором этаже, это минимальная точка. Вот она. И видите, у нас идет вот туда наверх, коньку. И здесь у нас с вами получится почти 5 метров, 4,8, друзья. Нормальные провода, нормальные подрозетники, штукатурка, минимальный здесь вообще слой, штукатурка на сетке, то есть про трещины можно в принципе забыть. Выход у нас еще на один открытый балкон, он здесь уже чуть меньше и как раз во вторую комнату. Ну, держится он, ну, скорее всего, мне кажется, здесь, да, крепче не сделать, потому что все-таки это каленое стекло и здесь нет расчета, что кто-то такой вот, как я, будет трясти. Слушайте, ну, здесь будет прекрасно, когда каждый свой участок облагородит, когда сделают здесь красоту, то будет нормально. Ну, еще бы, конечно, если будет асфальт или там будет или сделают его за строчкой, это, конечно, здорово. Ну, обратите внимание, что посадка у домов нормальная, то есть нет такого, что окна в окна, смотрятся они все в таком едином стиле и так вот, вот этот хочу зайти посмотреть, очень интересно. Здесь со вторым светом он должен быть, это очень классное решение. И, конечно, приятно, когда ты купишь и живешь в своем частном доме. Так, смотрите, вот еще у нас, это у нас вентиляция. Для чего там? Сейчас зайдем внутрь, посмотрим. О, пила для газоблока. Тот же блок. А, вот, это вентиляция, я понимаю, просто для помещения дополнительно. Вот видите, здесь тоже у нас окно, дверь и окно, то есть открывается и на проветривание, и как дверь. Все так же на пластинах. Вот здесь, чуть лучше было закрыть мастикой парализационный. бетон. Вот он, видите, по цвету такой светло-серый, то есть он видно качественно, здесь нигде не видно трещин. Конечно, здорово в холодное время года прийти сюда с тепловизором и внимательно все посмотреть. Вот здесь, кстати, хорошо фурнитура работает. Видите, отлив, прошли герметиком. Молодцы. Вот в этих, кстати, домах люди будут меньше тратить денег на обслуживание, потому что за счет газоблока, во-первых, есть разный материал. И когда дом строят из разных материалов, в каждом материале ты чувствуешь себя по-разному. Бетон – это одно ощущение, дерево – это другое, газоблок – это третье. Вот к дереву по ощущениям, вот когда ты находишься внутри, это соответствует как раз газоблоку. Дома очень прохладно летом и очень тепло зимой как раз за пористой структурой самого материала. И с плюсов к этому материалу, например, когда вы что-то сверните, вам не нужно ничего сверлить, просто вкручивайте саморез, и там все прекрасно держится. Выдержит все необходимые полки, там под цветы, там или еще там что-то вы дополнительно, друзья, будете делать. С ребятами сейчас поговорил, дом уже, оказывается, купили, и хозяин здесь делает ремонт. Вот это, кстати, правильно, потому что твои строители всегда сделают, мне кажется, лучше. Но у застройщика плюс, что можно въехать уже готовый с ремонтом, и он все-таки несет какую-то гарантию. Хотя нужна ли эта гарантия? Еще у нас один дом, здесь мы видим тоже подвод газа. Монолитная плита утеплена, посажена на грибки, вот я только снизу их вижу, сверху понимаю, что их, скорее всего, нет. И вот как раз у меня к нему вопросы, не поотваливается ли от него отделка через какое-то время. Вот здесь, видно, уже люди живут, видите, Новый год встречали, гирлянды везде висят. Здравствуйте! Ну, тут все аналогично. Стены все из газоблока, с перекрытиями, которые мы уже с вами видели. И здесь интересно, конечно, посмотреть это вот. Здесь у нас второй свет. Второй свет – это когда между первым и вторым этажом нет перекрытия. И вот такое большое, друзья, пространство. Да, места, конечно, здесь много. Для усиления конструкции здесь на фундамент идет опора, обычный столбик из кирпича. Вот они, перекрытия. Тут по 20, наверное, сантиметров. Вот мы видим, что от перекрытия еще заходит армирующий пояс для того, чтобы переносить, распределять нагрузку по всей стене, чтобы не было никаких трещин. Аналогично сделано и здесь, друзья. Ну, и трещин здесь никаких не видно. Ну, вот здесь, конечно, можно было лучше промазать стыки, как вот здесь сделано выше. Ну, это, в принципе, в принципе, не помешает тому, чтобы все стояло долго и крепко. Вот здесь какая-то яма есть. На глаз не видно, но когда ты проходишь, чувствуешь такой фундамент, знаете, буграми. То есть он не, скажем, что супер, ровно. Здесь другая технология по установке. Здесь у нас, как делали, наверное, пару лет назад, пена и парагидроизоляция. Ну, я считаю, что лучше, конечно, современными материалами параэлизационная мастика. Ее, конечно, ну, вот это проще приклеил и все. Там ее, конечно, нужно наносить, но зато нормально, жирненько нанес и все в порядке будет. Блоки посажены на клей. Вот здесь такое ощущение, что то ли клей не дали, то ли он найти. Так это отошел, немножко. О, здесь даже арматура, обратите внимание, у застройщика есть. Значит, смотрите, обращая внимание, рассказываю про сами стены. Во-первых, газоблок, почему нужно клеить на клей? Клей оттуда минимальный идет. Здесь, видите, здесь больше, тут меньше. Вот здесь какая-то такая. То ли это его отбили, кусок поставили, то ли трещина пошла. Если была бы и трещина, то где-то было больше. Скорее всего, просто убитый. Надо было целый брать и ставить, а не так делать. Во-первых, у каждого материала есть своя теплопроводность, свои технические показания. Соответственно, у газоблока это будут одни, у клеевого раствора будет другой. Поэтому его ставят на клей. На клей проводят гребенка и просто приклеивают этого достаточно. Не будет ни продувания, ни промерзания, ни мостика холода. Стыки потом по технологии положено промазывать. Вот такие куски вставлять вообще, в принципе, недопустимо. Потому что вот это будет как раз одно из холодных мест. Если будете смотреть на тепловизор, вы увидите, почему-то здесь холодно. Потому что здесь кусок блока, здесь кусок блока, а здесь, видите, на клею в этой месте. Здесь, конечно, будет холоднее. Но от этого вы не замерзите, но это сделано, скажем, немножечко неправильно. Ну, трещин я не вижу. Могли бы стены возводить, конечно, и лучше. Но имеем то, что уже имеем. Давайте пройдем дальше, посмотрим. Здесь, конечно, классная площадь. Единственное, конечно, из нюансов это несущие столбы, которые нельзя демонтировать, потому что вся конструкция просто повалится. Соответственно, надо обдумывать, как это все обходить. То есть вот это, я понимаю, скорее всего, кухня, а зона кухни будет. А вот здесь такая общая, соответственно, зона. Странно, что заранее проектом не предусмотрено наличие там камина, печки, потому что сегодня есть газ, завтра отключили. Или просто вы хотите включить камин для того, чтобы, соответственно, посмотреть, полюбоваться огнем, посидеть там вечером с чаем у себя в доме. Но вот стены тоже, да, вот жаль, у меня нет уровня. Вот смотрим на одну стену и смотрим на вторую. Вот я не понимаю, где какая, что ровнее, из позагребни или из газоблока. Обычно, когда ты для себя возводишь стену, ты сразу делаешь ровно, потому что чем ровнее, тем в дальнейшем уйдет у тебя меньше материала для того, чтобы штукатурить. Вот мы видели на примере двух домов в одном штукатурке под полтора сантиметра, в другом 2-3 миллиметра. Понимаете, да, какой, соответственно, разный расход. Ну вот здесь тоже, видите, вот они выкладывали, то есть могли бы поровнее сделать, но что-то они как-то здесь не особо делали ровно. Ну, в принципе, потом придет штукатура и откосы заштукатурят. Так, это у нас... Вот здесь у нас... О, Господи, катакомбы-то аж какие! Здесь у нас, я понимаю, душевая, здесь у нас душевая, вот как раз, видите, вода, здесь у нас вентиляция от застройщика. Канализационная труба обычная. Такую трубу мы видим во всех новостройках. Обычная такая, знаете, самая недорогая плита. Тут у нас еще... А, здесь у нас как раз тех помещения, где все находится. Ну, видите, как трассы покидали. Ну, вот был бы сантехником, я бы мог оценить, но так... Внешне, вот как обычный потребитель, он ровно, красивый. То есть, я там, не знаю, когда, соответственно, все будет опрессовка, будет понятно, сделали качественно или нет. Но здесь, обратите внимание, там я этого не видел, то мы ванник, душ, мы ванник, сауна, кухня. Видите, здесь квартира с сауной и все подписано. Автоматов на дом минимальное количество. По-нормальному должно быть огромное количество их здесь. Там в четыре раза больше. Под каждую зону лучше разделить. Это очень практично. Канализация. Нормальная запорная арматура. Что здесь, что здесь. То есть, они тут не делали что-то дешевое. А вот это, соответственно, уже продается полностью готовое. Сюда только подключают. Мэден Итали. Нифига себе. Насос стоит у нас. Унипомп. Циркуляционный насос. Значит, насос нужен для того, в доме, чтобы у вас было нормальное давление. К примеру, вы на кухне открыли воду, а на втором этаже от напора ничего не осталось, как говорится, следа. Вот для этого всегда нужен насос, который, соответственно, будет подавать давление. А чтобы не было перепадов, вот он, бак. Специальный расширительный бак. Так, ну всё, здесь мы всё посмотрели. Тоже итальянский газовый котёл. Они сейчас, видите, современные. То есть, это не как раньше на полкухне место занимает. То есть, они маленькие, компактные, комфортные. И, в принципе, вы даже никогда не услышите, как он работает. Ну, тоже, да, вот видите, стену клали. Почему здесь не... Ну, вот видите, вот это надо было промазывать. Во-первых, нужно наносить специальный инструмент, которым наносится клей. И вот такого вообще не должно быть. Ну, я бы, вот честно, вот мне такая кладка не очень нравится. А если вы приобретаете свой дом, у вас есть такая возможность, стройте вы не сами, не контролируйте своих сами рабочих, нанимайте технадзор. Сторонняя организация, где будет приходить человек, который будет принимать у застройщика этапы выполненных ими работ. И тогда ваш дом будет намного качественнее, чем у остальных соседей, которые не заказали, друзья, такую услугу. Либо смотрите сами, либо платите за это деньги. Все, что не нравится, говорите, потому что стенка должна быть ровной, у нее должно быть одинаковое расстояние клеевое, стыки все должны быть промазаны и так далее. Сейчас очень много в интернете информации. Заходите и читаете все ГОСТы, СНИПы, все в открытом доступе. Еще у нас одно помещение, большое, не знаю, что тут, что здесь дальше будет. Но, например, хожу вам, скажу, что вот здесь, например, если я в тех домах ходил, такого не было. В одном была стяжка, в другом просто был бетон, там было ровно. Но вот здесь, вот здесь яма, тут яма, там яма. То есть, как-то вот здесь они залили, при этом, знаете, блин, был бы измерительный прибор, здесь, наверное, мне кажется, там провисто на сантиметры по три такие, да, то есть, это не критично, это фундамент, вы потом это все стяжкой выровняете, но при этом стяжки уйдет больше, а могло бы уйти меньше. Так, 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 пойдемте по лестнице, поднимемся наверх. Второй этаж, все здесь аналогично, наш трехсотый блок, арматуру вижу, здесь арматуру вижу, и здесь, то есть, раз, два, через каждые три ряда проходят прутки арматуры, десятка, их здесь нужно зачеканивать, потому что арматура ржавеет, ну, либо, соответственно, поставить дверь, и, в принципе, наверное, поэтому так и оставили, ладно, не будем сильно придираться, вот здесь, видите, промазаны хорошо, то есть, знаете, ощущение, что на первом этаже работала одна бригада, а на втором этаже работала другая бригада, а здесь, видите, ставили, что-то подмазывали, или переделывали, два огромных окна в комнате, это здорово, перегородка, она звонкая, хоть этот материал и плотный, но он достаточно звонкий, вот мне вот это не нравится, даже, мне кажется, газоблок был бы все-таки лучше, и был бы более жестче, потому что хлопнешь дверь, и вот этот будет везде шум, плюс, соответственно, момент вот этот, да, то есть, видите, здесь до верха стена не доходит, как вот здесь все закроет вам, так у вас и будет звукоизоляция, потому что в своем доме хочется, чтобы, знаете, никого не слышать, есть дети, они там где-то в своей комнате играют, и ничего не слышно, большой, конечно, плюс, что панорамное стекление, большая площадь, сейчас проверим, как держится, слушайте, держится очень жестко, молодцы, вид из окна, слушайте, уплотнительнее самых недорогих, окна интересно сделаны, вот смотрите, значит, везде есть конденсат, то есть здесь тепло, на улице минус 10, примерно, влага скапает вот сюда, вот здесь снизу у нас также должны быть отверстия, вот они, так как там внутри есть полости, поэтому конденсат собирается, ну, вытекает, как в машине тоже двери, а вот здесь должны быть тоже отверстия, куда это все уходит, вот я, например, вижу внизу они есть, а вот здесь почему-то нет, то есть это как, он должно вот туда вниз течь, как-то по мне это не очень правильно сделано, потому что должны были вот здесь тоже прорезать, резать и влага должна уходить на улицу но это такие уже нюансы ванная комната и здесь вот в проекте с мы таких три маленьких окошко вот мне знаете честно говоря вместо вот этих трех маленьких окошек при этом вот здесь я вижу что сдвиг блока есть видите друзья и то ли это чтобы он не пошел вниз вот такой кусок какую-то здесь подсунули в общем ну вообще к этой херотень другого слова нет вот смотрите да вот это видите такое ощущение что это подпорка по мне очень странно я бы в жизни бы такой не принял бы и также еще вот здесь блок вот он просто висит в воздухе то есть он не к этой стенке видите не крепится он там на клею держится и здесь он на углу то есть кто так делает вот здесь надо было посередине запиливать ставить блок где-то он вот здесь бы заканчивался шел бы туда дальше например как вот здесь сделано да такая перемычка но вот здесь что-то они конечно накосячили я вот честно говоря такой бы дом бы не хотел бы себе особенно если я за него плачу свои деньги как-то не очень приятненько но здесь тоже видите почему такая щель так посадили криво здесь видите так и и нету здесь есть ток-ток сиди в жена я сам открою этот чтобы блоки брать специально такие ручки делают но под видите тоже вот как-то вот вроде вот этот кусок нужен ну не знаю конечно что там потому что вот здесь ведь и пальцы что-то залез вот смотрите палец в лес и вот он лезет все дальше мне руки просто нету дальше туда лезет ну вот как это так это вырвало это вот так сделали вот это некачественно друзья здесь аналогичная ситуация вот смотрите блок он держится вот на этом куске и похожих стену заход здесь маленький кусочек пост проставили а здесь кусок блок он просто ведь вот здесь висит то есть он должен был будет либо вот здесь посередине либо заходить вот на этот блок здесь мы уже видим трещину потому что это разный материал газоблок должен по технологии открываешь упаковку он должен воздух из него выйти потому что у нее есть определенная влажность у этого материала аналогично тоже есть определенная влажность ну и соответственно вот этот такой скажем разрыв как раз из-за того что быстро смонтировали и соответственно влага выходит материала уменьшается да это глазом не заметишь но на трещинах это есть надеюсь дальше не пойдет но вот это конечно место это вот сильно что-то не косанули вот здесь видите все заштукатурили этого уже не видно но конечно не очень приятно строитель тоже подошел а вот кого от застройщика от кого вы вот здесь друзья обратите внимание вот газоблок ну во первых да то что они тут почему-то криво его все пилят я не понимаю при этом для того чтобы ровно пилить никаких проблем нет какой здесь расстояние какой здесь вот это промерзание то здесь такого слоя не должно быть вот здесь это уже вне допуске это клей нафига столько клея а здесь ведь аж кусок какой-то блока подложили то есть что они здесь хотели сделать вот я честно говоря не понимаю почему это вот так вот видите вот они гребенкой прошлись приклеили здесь он но это кусок ладно здесь вот тоже более-менее здесь вот смотрите почему это так ну как-то это подкосячили так нормально потом вот такие места в углах конечно всегда нужно зимой приходить с тепловизором и смотреть когда дом будет уже отапливаться будет понятно где выходит тепло ну вот здесь тоже да вот почему было не сделать плотнее для чего такой толстяный шов делать у меня тут найти вот по этому дому возникает вопросы как раз по фасадным стенам по внутренним стенам он ведь аналогично блоки кривые обычно нет но это ладно это знаете это внутренняя стенка страшного ничего нет вот здесь тоже вот вот здесь видно накосячили клеем закрыли здесь вот видите блок то ли уронили то ли еще что-то нужно было новый просто брать боем всегда есть идеального ничего не бывает всегда можно где-то косануть но тоже да здесь какой стык здесь какой стык здесь стык здесь почему они здесь все разные и вот здесь какой стык чем меньше расстояние между газа блоком тем теплее дом но когда строишь на продажу то в принципе не важно поставить ограждение и будет красиво когда кстати это все за штукатурить за строчку кстати выгодно чтобы брать это все и штукатурить чтобы вы не видели все вот эти недочеты мы с вами еще поедем в их один из комплексов где другой материал и посмотрим как они там делают строят ну вот не очень приятно например на это смотреть ванна достаточно большая без окон ага видите смотрите они сделали плиту потом и соответственно сверлили это неправильно потому что если прокладывают арматуру то соответственно вы должны были делать по нормальному технологическое отверстие потому что под него вяжется определенным методом арматура так она получается вот в этом месте она просто не работает то что арматуру кладут для того она работает на растяжение и жатие вот в этом месте она работает не так хорошо как и должна работать здесь самый простой способ это перемычки с обычной арматуры полагает та же десяточка ответил то ржавчина уже пошла да это не рухнет ничего с этим не будет но в принципе в по загребневом блоке можно и без нее просто выпиливаешь он никуда не рухнет то есть он держится то есть вот это принципе было лишнее либо нужно было покупать уже нормальные готовые перемычки либо сделать хотя бы самому из того же цемента той же арматуры и чтобы она не была голена потому что третье она ржавеет и ничего хорошего в этом нет еще одна комната тут мы тоже видим места здесь скорее всего были отбиты куски они их вот так подмазали ну там непонятно какая глубина поэтому тяжело сказать но вот такое видите место то здесь они опять кусок в пилили потому что не хватило ну вот знаете это странно очень по мне странно после того как сделали фундамент идет так называемая карта раскроя выставляется первый ряд блоков и внимательно смотрится чтобы все везде подходило какое нужно количество то есть это делают рабочие те специалисты которые возводят стену почему вы этого не сделали как у вас получается что где-то нормально где-то там куски какие-то вылепили ну вот это друзья неправильно так не должно быть вы за это платите деньги обращайте на это внимание на углах вот видите тоже да вот он блок вот он блок вот идет окно нагрузка идет как раз вот на этот стык это неправильно она должна быть вот на четверть на середину то есть вот они сделали ну вот слава богу что нет трещины потому что здесь монолитное перекрытие видно стоит все на нем на скальная живопись но вот здесь аналогичная ситуация обратите внимание расстояние какое я не за этих на них кусок какой-то маленький пяти миллиметров вылепили либо все просто закрыли а клеем который у них оставался вот здесь блоком тоже ну ладно это хотя бы внутри да но все равно это неприятно потому что а вот дождите в до внутри это внутри получается но так друзья не должно быть особенно когда строишь за чужие деньги вот он называется это второй свет соответственно там второй этаж здесь нет перекрытия большое количество воздуха большое количество света и большое соответственно пространство для несущий квота ригель видите поставили из металла не понимает для чего они его сюда влепили а понятно потому что здесь вот видите вот обычно наверх конечно подняться посмотреть этот весь конструктив потому что возможно там тоже есть нюансы но вот смотрите первый нюанс вот здесь крепление на зубчатой пластине то есть они сделали какой-то паз и просто это кьянками заколотили это держится крепко а здесь обратите внимание на уголок и на саморезы при производстве вот таких конструкций нужно крепить на специальные саморезы приветствую всех из финляндии сегодня речь пойдет о конструкционных шурупов конструкционных шурупов есть за резьбой сразу насечка которая обратная и получается она так если вот резьбу нарезает для вот резьбы шуруп тот как раз таки это насечка она сделана в обратную сторону как бы это место убирает древесину за счет этого шуруп лучше притягивает материал к основанию которому вы прикручиваете а вот сделано на обычные с первого взгляда саморезы но возможно это не так есть одни так пусть застройщик напишет в комментариях что они применяют специализированный крепеж но давайте чтобы нигде ничего не пошло они поставили вот такой швеллер ну вот как вот здесь рассчитывали ли они распределение нагрузки вот честно говоря не понятно так так да здесь можно заблудиться в этом доме но здесь герметиком еще не прошлись надеюсь пройдут ливневочка ну тут поровни сделали ладно не буду расстраиваться я так понимаю это будущая дорога вот здесь уже по ощущениям люди живут причем давно повторюсь что все стены из газоблока потом проходят все утеплителем но здесь например по стене вообще вопросов нет все плотно дополнительно скрепили грибками здесь у нас соответственно провели кабель тоже нормально потом все закроют ничего не увидим где окна углы правильно вырезана вот здесь в этом месте по крайней мере здесь на углах стоит уголок вот уже сетка они дополнительно сделали такая жестче конструкцию винтовые сваи соответственно их обрежут под нужный размер это все обварят главное что потом хорошо окрасили потому что ведь они гниют обычно их заливают цементным раствором чтобы воздух кто не попадал самый простой действенный способ вот здесь с углами смотрю что тоже все хорошо вот это кабель идет под освещение перекрытия в принципе по утеплению вопросов нет то есть здесь вот в этом по крайней мере доме то что мы с вами друзья видим мы видим что сделано хорошо вот эти сваи видно какие то не пошли лср газобетон в таких палетах хранится вот помню я когда видео говорил вот она влага она выходит из него соответственно перед монтажом он должен просохнуть ну да плотность марка бетона d400 2 и 5 250 25 сантиметров 13 01 22 свеженький вот видите здесь делали правильно то есть утеплитель не доходит до самого конца вот здесь по-нормальному ставится специальная такая планка а потом это все заштукатуривается и тогда вот не будет никакого разрыва и никакой не будет трещина они тупо сетку ставят штукатуре до самого конца и все и кофе вот эти столбы обещают на винтовых сваях ну слушайте жиденько держится ну здесь покрепче потому что есть вес бетона вот это у нас уже частично штукатуре на первый слой ну вот видите вот это говорю вот они прям до сюда штукатуре не запариваются потом еще есть момент что здесь деревянный брусок вот не знаю как это скажется в эксплуатационных свойствах потому что если он не хорошо высох то могут пойти трещины потому что из-за влажности и времени года он будет то набирать влагу то выпускать это дерево натуральный материал вот эта плитка для отделки цоколя вот здравствуйте видео для кого для себя хочу а разрешение у кого а вы кто так будете стоять надо меня трогать чего ко мне подходите не надо здесь гулять институцию откройте покажите 28 статью меня уберите руки убраня уберите друзья вот когда видишь таких персонажей то вот реально у них купить ничего не хочется человека реально что-то боится опасается потому что понимает что делает плохо в каждом деле должен быть лидер это факт вот такие друзья строители у этой компании боже упаси здесь вообще что-то купить придешь потом с претензии будет вот так же тебя толкать лезть драться тыкать правилам и говорит что у нас все хорошо но если вы уже приобрели обязательно нанимайте тех надзор хол какой дождь пошел который придет и все качественно посмотрит проверит и даст свою оценку кстати а те кто уже приобрел здесь домовладение напишите пожалуйста в комментариях нарушил ли застройщик сроки передачи ваших домов или соблюдает их издает все хорошо и вовремя а мы с вами едем на соседний объект на следующий посмотрим что там 1 2 3 4 5 проверка звука коттеджный поселок не город токсова расположен в деревне хитлова лесколесского сельского поселения и токсова никакого не имеет отношения это все друзья маркетинг токсового знают все а хитлова единицы ближайшие детские садики школа расположены в токсово в 8 километрах от будущего коттеджного поселка согласно официальной информации в школе есть вакантные места в детском саду вакантных мест нет дом сто шестьдесят восемь квадратных метров на участке в десять соток вам обойдется от 21 миллиона рублей когда вы заходите на сайт любого застройщика что приобрести себе квартиру вы видите с кем имеете дело есть название организации его реквизиты ннн по которому можно посмотреть и узнать там уставной капитал и и много много чего другого также всегда в открытом доступе есть документы на основании которых ты можешь посмотреть как ход строительства таки проектную декларацию так соответственно можно и посмотреть кто является подрядчиком ген подрядчиком как и с чего строят и много-много других важных на первый взгляд мелочей которые нужны будут для будущего когда вы соответственно все купите начнете эксплуатировать здесь же к примеру на основной сайт группы компаний я не могу зайти второй день у меня на нескольких браузерах он просто не открывается а второй ресурс который называется не город там нет никакой информации с кем я вообще буду иметь дело есть только телефонная отдела продаж непонятно что за организации как она называется потому что видите это частное домостроение и здесь не действует федеральный закон 2014 который мы так привыкли когда приобретаем квартиры соответственно для того чтобы понять с кем дело нужно видеть реквизит это будет либо на общество с ограниченной ответственность либо индивидуальный предприниматель и здесь видите есть нюансы любое уошка несет ответственность своим уставы размером уставного капитала если это уставной капитал как здесь у компании land 11 тысяч рублей то не дай бог что то если произойдет то понятно что рассчитывать на компенсацию здесь не придется и у меня большие риски если соответственно договор с индивидуальным предпринимателем то он несет риски своей собственностью здесь вопрос если у него какая-то собственность на нем либо и и соответственно нет так как мы с вами здесь уже находимся в деревне которую застраивают большим количеством различных коттеджных поселок идемте посмотрим как строить застройщика и что он нам в итоге продает дома расположены ну я бы сказал бы что расстояние знаете такой совсем минимальная то есть да это понятно что то такой знаете мини какой-то поселок мини какая-то деревушка но хотелось бы чтобы все таки дома были разнесены по мне как-то побольше но это мое личное впечатление у всех она разная эта трасса здесь будет постоянный шум ну и один из плюсов это вот такие заросли и каких-то различных деревьев вот там коттеджи у людей находится вокруг соответственно идет зеленый массив это конечно такой для меня большой плюс ну и если у вас дом будет туда чуть дальше к лесу то я по мне это намного лучше застройщик говорит что все дома он возводит на монолитном фундаменте это утепленная шведская плита для утепленной шведской плиты есть специальная технология вот я обращал внимание обратил внимание на фото отчеты застройщика о ходе строительства и к сожалению я там нигде не увидел утеплитель то есть примеру я видел там бетон я видел керамический блок и утеплитель я видел только из экструдированного полистирола он идет по периметру все больше ничего нет ну соответственно дальше идет конструктив дома конструктив дома это керамические блоки это очень хороший материал в отличие от газоблока они выдерживают большую нагрузку у них отличная теплопроводность таких домах летом прохладно зимой тепло и в них ощущаешь себя тоже достаточно комфорта к примеру в германии в основном строить два типа дома в первые тип дома это из газоблока то что мы с вами видели и второй дом 2 типа чуть дороже это из керамического блока но вот давайте смотрите сейчас тут закрыто вот соседним открыто можно спокойно пройти и посмотреть сразу я отмечу что просто суперские планировочное решение суперские фасады очень все красиво смотрится на картинке главное конечно чтобы в жизни было было аналогичная ситуация утеплитель 10 сантиметров по периметру здесь у нас соответственно на мягкой гидроизоляции возведены стены и вот здесь первый нюанс значит эти блоки в основном клеют то есть специальный клей для этих блоков можно также клеить на цементный раствор но соответственно тепловая водность будет разная у цемента у клея на 1 у блока на другая соответственно поэтому эти блоки клею то есть там шов получается на разе около миллиметра если не меньше но здесь мы можем обратить внимание что швы разные по своей толщине здесь соответственно ничего не нужно потому что блоки ставится там у них специально есть паса если вот будет открытая палета с блоком я вам друзья покажу вот мы с вами можем видеть в разрезе вот здесь видите битый блок лежит значит внутри мы видим большое количество ячеек там воздух воздух это хорошая теплоизоляция остыкуются вот при помощи такого паса поэтому соответственно здесь не по технологии ничем не промазывается промазаться клее только вот на соединениях но здесь вместо клея мы видим цементный раствор застройщику понятно так дешевле ну и соответственно обратить можно внимание что шо везде разное если зимой смотреть в тепловизор то будет видно как вот здесь больше идет промерзание нежели чем здесь то есть вот здесь будет он будет такой теплый здесь соответственно холоднее это сразу будет видно где чего и причем по швам да вот шов если должен быть он должен быть соответственно одинаковым непонятно почему он здесь разные порог один считается из лучших утеплителей так у нас тут все зак ах вот открыто это базальтовый утеплитель 10 сантиметров в толщину а по плотности лишь тут посмотреть парок экстра 100 на 600 и на 1200 вот загуглите кому интересно что применять здесь застройщик нигде не вижу к сожалению наклейки и что это за материал но этим они соответственно я так полагаю будут будет между фасадом клинкерным кирпичом или у них там кирми кирпича ручной формовки дайся не ошибаюсь и соответственно скорее сюда утеплитель туда и будут прокладывать стены ну тут 30 сантиметров точно есть монолитное перекрытие а вот здесь смотрите какой сразу момент вот первые дома которые мы с вами смотрели там перекрытие по немецкой технологии и мне например лично она нравится больше почему потому что она легче и дешевле лучшая звукоизоляции теплоизоляция чем просто обычная плита из бетонного здесь даже 20 сантиметров здесь даже может быть чуть больше потому что и кстати бетон на отмечу что достаточно хорошо вылета но вот видите вот здесь видно высланы то есть это сделали скорее всего зимой и блок потрогать нет он не мокрый вот я не понимаю почему там такой темный стала и вот здесь ну-ка вот здесь у нее почему-то цвет другой не понимаю почему если кто-то знает пишите напишите в комментарии а здесь мы видим сетку через каждые два ряда обычная мягкая сетка то есть ну принципе ничего такого нет сложено ну вот кроме вот этого расстояния пока я больше ничего такого здесь не вижу вот если внимательно посмотреть на стенку то она достаточно смотрится красивая то есть вот она видите разбежка идет вот он блок вот один вот второй соответственно давит он вот на этот блок а не на край этого блока то есть видите вот правильно потому что в том например доме мы видели что в зависимости от дома качество к сожалению немножечко разное перемычки тоже из завода из бетона это большой плюс я считаю стенка держится крепко в вибрации практически нет понимаю да как раз вот это будет тех помещение вот они все выводы там под воду электричество вот запуск воды это скорее всего она я просто здоровенная странно что без окна пока мы здесь с вами на месте то можно при помощи моего супер друга электронные рулетки измерить грязную высоту потолка черновую 290 там у нас было три метра ну соответственно там 290 285 287 можно рассчитывать напомню что здесь застройщик позиционирует этот поселок как бизнес-класс здесь а нет это просто угол замазали зачем-то вот так непонятно тут наверно стыки были вообще это обычно штукатуркой закрывается ладно здесь мы тоже видим вот это гараж мы видим большую перемычку нет да подождите да это гараж сюда по идее машины въезжают да как я понимаю если я правильно понимаю или сюда просто не поставить большое окно но перемычка такая сушки достаточно мощная вот я даже не знаю можно было бы меньше делать или нет но вот и есть то что есть лестница на второй этаж поднимемся посмотрим монолитное перекрытие до 20 сантиметров здесь точно есть мы видим готовую стропильную систему стропильную систему у нас на отечной гидроизоляции и вот здесь уже есть нюансы те кто занимается каркасными домами меня поймут вот обратите внимание вот у них обычная пластина и они туда влепили саморезы и вот видно что шляпки уже по выходили вот там видны болты здесь куча самореза видно под разным углом и соответственно болты торчат головки соответственно когда будет древесина все равно подсыхать от тепла то они будут еще больше выходить вот на такие моменты такие системы должен быть специальный крепеж либо это просто гвозди а если вы делаете так то должен быть специальный крепеж здесь я его пока не вижу виден их маурлат видны закладные только не понимаю почему они здесь соответственно либо арматуру пропускает это самое простое потом просто девают это держится уже соответственно ваша кровля никуда не денется либо есть специальный крепеж вам заранее готовится и просто сверху как обычно болт затягивается гайкой значит здесь мы тоже можем видеть через каждую два ряда сетку они через каждый ряд здесь даже сетку все также сделано цементе немецкая керамика все должны быть ровно если делается у них 1 2 и здесь большое окно да получается внизу скорее всего просто эта кухня гостиная то мне показалось что есть здесь вот эти тоже вот видите как вот это что вообще такое вот это называется крепеж стропильной системы ну это друзья статус рам застройщику я сразу вам скажу так не делается с гидроизоляция нормально но все остальное да вот эти вот мы видим урлат сечением 10 на 10 на обычных скобах вот очень хочется посмотреть что здесь за крепеж здесь мы видим крепеж у нас на болтах контролбалка идет для усиления распределения нагрузки с кровли вот если здесь внимательно посмотреть то ветрозащита мы видим что же здесь порвали это сто процентов ну минимум это заклеить а максимум это конечно поменять здесь какой-то такой странный нахлёст и есть обратите внимание туда вот смотрите вот здесь идет одно расстояние здесь соответственно другой вообще обычно все делают ровно но в принципе криминального здесь ничего не вижу идемте смотреть дальше еще одно помещение здесь конечно высоко но вот первый да вот вот здесь видите тоже отверстие просто ветрозащиту поставили там я вижу обрешетка и все пока здесь больше ничего нет ну соединение тоже желают оставаться лучшими из плюсов там мы видели что сверлили перекрытие здесь мы видим что уже изначально при заливе бетона как у нормальных застройщиков есть технологические отверстия для вывода труб вентиляции канализации всего остального также из плюсов я вижу то здесь кусок стены нарастили это большой плюс когда вы соответственно монтируете дверь у вас здесь нормально станет наличник они как часто будет у застройщиков его просто здесь нет и приходится его подрезать либо делать меньше дверь либо самим кусок стены выпиливать и здесь наращивать ну тут аналогичная ситуация вот это в принципе надо было сразу менять если это было при монтаже но также вот видно видите здесь либо было много воды скорее всего либо просто жарила солнце поэтому пошли трещины ничего хорошего в этом нет надо делать сразу нормальные качества настроив за деньги для людей тут пока улице видно но понятно что будут делать или доделают но вот видите в пароветрозащите вообще не должно быть отверстий потому что это негативно отразится в дальнейшем на эксплуатации дома когда-то на этом гвоздики у кого-то веселье и вещи слушайте да это похоже блок такой здесь ведь вот он одного цвета то ли он на уже полежал на улице под воздействием солнца и влаги здесь уметь и немножко другой то есть то ли разные партии то ли еще что-то для каша непонятно знаете вот эта система крепления то есть вот это должно быть вот там прямо если загуглите как крепится стропильная система то увидите вот в эту арматуру здесь в мурлате сверлится вертикальные отверстия и соответственно продевается потом это загибается вбивается и все она там вообще никуда там все будет крыль кровлю может сдуться а стропила никуда не денется но также мы видим что здесь дерево повреждено я не знаю покрывали ли они его антисептиком или нет но вот видно что здесь влага была здесь влага была а это вот сейчас это либо она просто лежала и у него соответственно такое состояние я друзья не знаю можете кстати задать все вы приобрели здесь дом вопросы вашему застройщику лучше конечно приходить со своим технодзором и все внимательно смотреть ну в принципе больше ничего нет я вот аккуратно спускаюсь вниз вот обратите внимание какая лестница с камеры не очень удобно пойдем смотреть уже облицовывать облицованный дом а ну вот он до гараж друзья перепутал это кухня-гостиная получается таки это у нас нордхолм вот видите да вот такое небольшое расстояние между домами то есть вот там у людей терраса здесь соответственно твои окна ты сидишь и смотришь на своих соседей могли бы два раза побольше сделать разбивку утеплителя технониколь базальтовая вижу также у нас есть киризит то есть это не дешевые материалы и здесь мы видим что сверху уже монтирует смонтировали базальтовый утеплитель давайте подойдем и посмотрим видно что закреплены на грибки для экономии они видите одним грибком захватывать сразу несколько плит сделано аккуратно не каждый кстати застройщик многоквартирных домов может вот так красиво сделать у окон сделано правильно то я об этом всегда говорю давайте расскажу значит вот она плита некоторые делают вот здесь соединение здесь то есть вот здесь скорее всего пойдет трещина и чтобы здесь не было это из цельного куска выпиливается и вот здесь они видите сделали правильный плюс еще дополнительно у окна идет сетка то есть все потом заштукатурит и его проблем вообще никаких не будет вот можно посмотреть видите они его приклеили это десятка не знаю что за плотность и на грибки посадили снизу кстати обращаю внимание еще экструдированной плиту прикрепили чтобы было теплей это хороший утеплитель современный здесь у нас дома уже немножко другой планировки вот лестница видите вот такая там у нас стояла с другой стороны слева или он там развернут а не все вру друзья так точно такой же дом да вот он получается входная группа большое стекло на самом деле я бы делал бы без перемычек я бы делал сразу полностью окна кстати шуха это наверное самое лучшее что есть после них только деревянные вот не знаю профиль алюминиевый или подня пластик слушайте очень добротные окна здесь смотрите вот этот уплотнитель он такого серого цвета смотрится намного приятней установлены также смонтированы на пластины и на пара гидроизоляцию здесь камин выход под камин вентиляция ну и здесь из нюансов ну конечно здесь лучше всего шло бы не кусок металла потому что идет температура нужно было это делать из хотя бы бетона поставить перемычку как они вот здесь поставили до перемычки и и еще интересно здесь есть ли какое-то усиление под камин потому что зависимости от камина если вы строите печку то это будет соответственно определенная нагрузка так второй этаж такая здесь лестница поприятнее чем там ступени побольше ну тут в принципе все то же самое аналогичная красота смонтирование частично окна базальтовый утеплитель вот эти вот это потом все пилой выпиливают получается ровный проем монтирую окна все закрывает и вы в принципе это ничего не увидите утеплитель 10 сантиметров изопан брусок и здесь соответственно здесь же из дерева да получается будет у такая делка деревянная по дерево будет очень красиво друзья ну тут больше особо смотреть нечего давайте мы с вами посмотрим вот мне интересно вот этот дом посмотреть видите здесь уже идет обшивка фасада но здесь тоже можно обратить на крепление маурлата тут какие-то столяра плотники двоечники это делали но и очень странно конечно вот это крепление думаю потом это как-то вобьют в бетона штукатурит и все вот сами оцените да вот правильно это или нет может быть я более требовательна это на самом деле нормально вот да как раз въезд получается большое количество здесь различного стройматериала ну и посмотрите друзья как круто просто круто смотрится фасад этого дома вот реально проект вот если бы мне сказали что это сделали наши я честно сразу бы и не поверил но будем надеяться что застройщик не обманывают это сделал реально российский архитектор фасад конечно классный сам кирпич блин дорогой хороший вот это сделано для минимизации теплопотерей обратите внимание то есть если мы берем классический наш кирпич то там воздуха очень много соответственно материал намного меньше он более хрупкий то есть вот этот выдерживает больше нагрузки чем обычный кирпич и здесь смотрите что еще есть вот такой действительно кстати ручная формовка очень круто он причем такой разный и поэтому видите получается как очень очень красиво очень стильно смотрится фасад это дорого вот это у нас кирпич керамический рядовой группа компании лср вот помните я говорил что летом зайдите на стройку посмотрите вот смотрите сколько даже из кирпича выходит влаги соответственно материал нужно всегда выпустить влагу а потом его уже берут в работу здесь мы видим просто идеальную кладку очень круто здесь также я отмечу так так пролезть то вот это видите то есть смотришь все идет идет здесь специально стоит вот эта сетка это для того чтобы выходил конденсат и был обмен воздухом между кирпичной кладкой несущей стеной и утеплителем чтобы не прорезли мухи грызуны все остальные то есть вот специально вот такие забралы идут туда реально друзья никто не пролезет даже муравей не может залезть утеплитель цоколь кстати здесь высокий наверное сантиметров 40 потом грунтом подкидают но также мы видим базальтовый утеплитель пойдемте смотреть очень интересно вот на этот дом посмотреть кладка конечно очень классная очень красиво смотрится толстенные стены все супер кстати знаете что забыл сказать перед тем как вот если вы что-то дополнительно будете делать и нужно что-то закрепить здесь есть специальная система крепления как раз для керамических блоков не забывайте об этом потому что он внутри пористый сверлить нужно всегда новым свежим острым сверлом тогда у вас будет все как надо здесь также у нас под установку печки камина видите как красиво делают ну ка здесь здесь уже не видно утеплителя но вот облицовка конечно дома очень классно и необычно сделано что есть гараж а на гараже классно чтобы не терять место сверху будет в дальнейшем такая своя терраска аналогично монолитное перекрытие ну вот по срезу видно что качество бетона как и в первом проекте что мы смотрели на высоте тот же блок USB а вот оно смотрите как прикольно придумали то есть здесь окно а здесь у нас получается с кирпича вот так красиво сложили ты видишь тебя видно плохо но при этом идет хорошо вентиляция очень интересное решение ну и конечно так ну-ка смотрите у них здесь завязка идет на сетку для жесткости да очень красиво сделали мне нравится что расшивка темного цвета смотрится очень так строго дорого ну здесь крепление стропильной системы вы тоже видите какое и по мурлату видно что на него попадала влага сетка здесь в перегородках через каждый ряд аналогичные бетонные перемычки если не ошибаюсь застройщик говорит о том что он уже дома передаст в августе у него там в новостях было написано но я честно в это слабо верю что этот дом можно передать в августе не знаю по договору вот прокладывают трубы или нет покупали просто голый дом если без труб без ничего без кровли то возможно и да успеют либо уже должны были кровли делать так а есть лестница ух ух тоже динька какая господи страшно лезь она все танцует подо мной вот например вот это видите розовый цвет видно что септиком прошли есть специальные растворы чтобы дерево не гнило и препятствовало горению вот здесь мы видим часть прошли часть соответственно нет стропила тоже нет ну и соответственно кору нельзя оставлять потому что там может завестись жучки ее соответственно снимают всегда полностью доска здесь обычно не обрезная и вот видите вот так все закрыто закреплено на болтах скриобин керамикс архитектурный клинкер круто так тут еще вот есть только дома которые возводят вот наверно туда да нужно пойти посмотреть потому что видите одно дело когда вы смотрите готовый результат и в нем можно ну вот как здесь да вот видно что влага была хорошо что здесь ничего не подваливалось но конечно такие дома нужно клеить клеить на клей а не делать вот такие толстенные разные швы пошли смотреть дальше друзья тех помещения здесь мы видим подводку воды это я понимаю теплый пол канализация где-то должен быть септик так выходим обратно как мы заходили электричество вода наверное да вот видите перфекта клинкер стандарт кладочный раствор вот он какой здесь применяет застройщик поэтому смотрится вот оцените по пятибалльной шкале пять это хорошо классно один плох как вам мне лично на 10 баллов очень круто но аналогичный кирпич мы уже с вами его видели это кровля хочу увидеть бирку заводскую похоже я уже не увижу ее да к сожалению здесь нет ну вот видите вот как красиво да и вот если подойти как раз вот здесь к стене то можно увидеть вот он как раз утеплитель примыкает как раз клинкерный кирпич гидроизоляция мягкая обрезана в уровень заподлицо с утеплителем да видно что вот у нас залили здесь перекрытие монолитное здесь перекрытие вот они трубы под ливневку вот это кстати большой плюс вот что мне там понравилось вентиляция понравилась самую систему подводы воды водоснабжение отопление то здесь уже все вот рассчитаны инженерами все продумано потому что если бы это делали бы сами то вот такой красоты бы друзья бы точно не было но здесь мы видим что ровная гидроизоляция не выходит за подлецо это ну как бы ничего такого ну хорошего то мало надо было все таки выпуск делать трещинка ох и мошек то сколько много пора терм а у нас здесь делают ну понятно здесь тогда соответственно проблем не должно быть здесь мы видим опалубку технологические выводы сразу из монолита вон тут стрекочет вот такие рабочую тропинку уже протоптали слушайте ну дома здесь такие мощные которые когда закончат конечно фасадную отделку ну очень круто будет смотреться стиль мне нравится очень классно сделано вот например тоже да вот здесь смотрите обратите внимание ну это видно уже потом долбанули такое ощущение ну здесь то что куска не хватает надо было сразу целый ставить ну вот здесь тоже да вот здесь какое расстояние смотрим какое расстояние здесь какое здесь то есть она стена вот такая все Обычно натягивают минимум нить, есть лазер, как угодно. И, соответственно, делают красиво и ровно. Почему это не сделать сразу, я, честно говоря, не понимаю. Здесь мы уже видим, монолитное перекрытие устоялось. При этом они здесь, видите, дополнительно делают ребра жесткости. Это плюс для того, что, во-первых, большую нагрузку может вынести само перекрытие. И плюс идет более планомерное распределение. Вот видите, как странно, что вот туда... А, до окна. Вообще могли бы до окна, конечно, ладно. Не суть важна. Но мне, например, не нравится вот такой момент. Подтеки потом бетонный берут. Такое молочко, когда вытекает. И вот здесь еще я увидел момент. Вот он. Непонятно, от чего вот это произошло. То есть вот такие блоки обычно меняют сразу. Если это сделали потом, то, соответственно, хотя бы это минимум закрыть раствором. Здесь других вариантов нет. Но тоже, видите, вот он угол. Вот здесь должен быть клей, потому что это будет минимальное сопрогрессновение. И будут минимальные теплопотери. А здесь понятно, что... Где-то вот такие, знаете, всегда есть нюансы, которые в дальнейшем будут отражаться на вашем кармане. Потому что чем лучше вы сделаете, к примеру, фундамент, чем он будет более энергоэффективный, тем ваш дом в дальнейшем вы будете тратить меньше денег на то, чтобы оплачивать обогрев, охлаждение. Ну, вот она, видите, перемычка устроена. То есть вот здесь куска просто нет. Они, соответственно, вот там поставили то, что мы с вами видели. Вот это тоже, вот это сразу убирается. То есть вот так не должно быть. Видите, момент, почему это убирается. Потому что вот она, стенка тут на 1 сантиметр, и там уже все, там полость идет. Так не делается. Есть технология, как это все собирать. Она есть у производителя. Это можете сами открыть на его сайте. Я вам показываю материал, из которого это делается. Ну и, соответственно, посмотреть. Я, когда смотрел фотоотчет застройщика, обращал внимание как раз на фундамент. А я то, что увидел, они вырыли котлован небольшой, засыпали песком, положили рулонный материал и снова засыпали песком. Ну, не знаю, вот таким. В Финляндии, например, есть щебень вот такой крупной фракции. А здесь, видите, щебень, он, ну, скорее всего, подешевле берут. Он здесь разнокалиберный. То есть вот он здесь и крупной фракции, и совсем мелкой. То есть вот они берут вот такую крупную фракцию, а вот такую поменьше щебня, они берут вместо песка. Потому что песок уходит. И песок, как ни трамбуй, он форму не держит. А камень, он все-таки цепляется за свои эти грани и держит какую-то форму. Поэтому иностранцы, ну, вот финны, по крайней мере, не используют песок. Я вот еще не видел, чтобы они там засыпали это все песком. Здесь у нас уже, я вижу, застройщик установил мачты под освещение. Еще один дом. Ну, здесь, видите, то же самое. Вот в прошлом комплексе у меня сложилось впечатление, что каждый дом строит разные бригады, потому что совсем разное качество. Ну, вот видите, какие блоки. Красиво все блестит, бороды срезаны. Молодцы. На солнышке-то жарко сегодня. Вот здесь интересно, как делает застройщик. Вот я здесь вижу еще один участок. Видна ливневка. Вот здесь, кстати, прикольно, что он стоит на горе. Будет сухой всегда участок. Потому что, если обратить внимание, то есть одна из таких высоких точек, получается, он, видите, вот такой склонным идет вниз. Так, сейчас, где бы нам пройти. И вот если бы здесь застройщик делал бы утепленную шведскую плиту, то мы бы здесь видели большое количество утеплителя. Потому что у него действительно идет большое количество утеплителя. Но я вот здесь почему-то утеплитель вижу только по периметру. 113-й участок, 13-52 сотки, Вестхольм. Слушайте, есть утеплитель, друзья. Я вижу песок. Ну, вот видите, о чем я говорю. Да, вот песок. Вот все, вот он поехал. Есть утеплитель. 10 сантиметров всего. Ну, в принципе, друзья, это ни о чем вам честно скажу. 10 сантиметров очень мало. Очень мало. Конечно, это лучше, чем ничего, но это мало. Вот он утеплитель, все. Теперь вижу. Ну, вот здесь мы тоже видим просто вот гора песка. Маяки из арматуры. Мы видим эструдированный пенополистирол. Кому, кстати, интересно, УШП можно посмотреть в интернете. Там много еще про нее рассказывают, говорят. И вы, в принципе, посмотрите, у вас сформируется свое мнение. Ну, вот здесь видим, да, что. Что-нибудь тут прокладывали, вытащили. Вот оно уже так и в лесной массив. Пойдет. Здесь у них тоже будут дома. А уже освещение поставили. Здесь здорово, что есть ливневка. Вот она, друзья. Ну, видите, трубы уже разноуровневые везде проложены. Выводы электрические есть. Понятно, что, да, когда... Чем коттедж хорошо, да, вот если вот здесь, как здесь, застройщик это взял и все сделал, у вас на дорогах не будет грязи, они будут, соответственно, сухие. Есть уличное освещение, есть нормальные подъездные пути, есть понятного качества дома, есть какая-то гарантия. И когда вы, соответственно, покупаете где-то дом, то там нужно внимательно смотреть. Потому что, во-первых, эти все дороги от города. У большинства дороги, мягко говоря, такое, знаете, просто направление. Поэтому, когда выбираете, очень нужно четко, взвешенно подходить. Тут место хорошее. Рядом Кавгаловские самые известные озера. Ну, и, понятно, людей здесь тоже большое количество. За стоимость этого дома с участком можно купить и, к примеру, земельный участок уже с готовым домом намного ближе к Санкт-Петербургу. Ну, у каждого, конечно, свое место. Кому-то что-то больше нравится, кому-то что-то нравится меньше. Для меня, конечно, большой плюс, что строят дома из современных материалов. Мне нравится керамический блок. Это классный материал, энергоэффективный. Мне нравится, что здесь нормальные монолитные перекрытия. Мне нравится, как утепляют эти дома. Здесь, кстати, вот этот блок уже можно, друзья, не утеплять. Его можно просто штукатурить и все. Но здесь его утепляют и делают красивый фасад. Вот здесь они молодцы. Мне это нравится. Я бы вот здесь купил дом. Первым, то, что мы с вами смотрели, мне само место не нравится. Здравствуйте. Здравствуйте. Немного арматуры. Мы здесь видим с вами еще один участок. Его, соответственно, подровняют. Не знаю, там либо стешут кусок земли, либо его поднимут выше. Здесь можно тоже подойти. Давайте посмотрим, что с фундаментом одинаково делают или нет. Ну да, вот здесь, понимая, все то же самое 10 сантиметров утеплителя. Здесь его должно быть в три раза, друзья, больше по-нормальному. Кстати, еще здесь один момент интересный. Я сейчас вам покажу. Вот обратите внимание, что они залили монолитное перекрытие для того, чтобы утеплить. Здесь есть вот такое расстояние. Красавцы. Оба проекта от застройщика действительно интересны. Они технологичны. Они сделаны по типовым проектам, но которые сделали проектировщики и инженеры. Видно, что подошли системно. Но есть из нюансов. У меня сложилось, знаете, такое ощущение, что дома возводят разные люди, разные бригады. Поэтому у домов разное качество. Если вы приобретаете домовладение, то я рекомендую не жалеть денег обращаться к специалисту, который займется технодзором. Будет периодически приезжать на объект и принимать работу. Пока он не примет, пока ему не сдадут, соответственно, дальше ничего делать не могут. И вот это, друзья, правильно. Тогда вы можете рассчитывать на хороший и качественный дом. А вот смотрите, какая здесь красота. Вот когда это все достроят, идешь, поднимаешься. И здесь современные, энергоэффективные, красивые дома. И они такой немножечко на горке. Ну, вот, кстати, здесь находишься. Слышан, конечно, шум от трассы, потому что оно находится на 50 метров, может, чуть больше. А вот туда у нас как раз к Токсово. До него здесь, наверное, около 5-6 километров. Здесь мы видим, что уже готовят кровлю. Сверху, видите, они прикрепили ОСБ плиты, которые мы сами внутри видели. Давайте сейчас вот в этот тоже зайдем в дом, посмотрим. Сами можем видеть крепление под утеплитель. Видите, они его заранее крепят к стене, потом все утеплят. И здесь я понимаю, что будет дерево. Вот мы видим ОСБ на рейках, закрепленные. И в конце они в итоге сделают кровлю. Ну, из плюсов, конечно, для меня это большие окна от пола практически до самого верха. Ну, здесь еще больше 2,20, наверное, высота. То есть будет большое количество света. Вот здесь, если обратите внимание, то стык намного меньше. Видите, дом от дома идет где-то больше, где-то меньше. Ну, а здесь, видите, тоже, если посмотреть, то видно, что Морулат был... На него попадала влага. Я не знаю, кто он пока стоял. Либо, соответственно, пока лежал. Проект действительно красивый. Стоят здесь дома почти до 50 миллионов на сегодняшний день. Понятно, здесь дорогущая земля. Очень интересное месторасположение. Ну и, соответственно, у застройщика очень интересный и современный проект. И современный не только в плане того, что он красивый, модный и с хорошей планировкой, а он современный по применяемым технологиям. Мне интересно, ваше мнение, понравились ли вам дома от застройщика или не понравились. Как вы считаете, дорого или недорого? Как, по вашему мнению, место, где расположены эти коттеджные поселки, интересные они, либо не очень интересные? Ну и какой поселок вам, конечно, понравился больше? А если нужна помощь с покупкой, либо продажей недвижимости, вы знаете, к кому обратиться. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...